Добрый день! Здравствуйте! В эфире программа Тайны Библейских Вказаний на телеканале Итон ТВ. В студии я ведущий Александр Гурарье и писатель, журналист Пётр Люкимсон. Пётр, добрый день! Добрый день! Пётр, мы говорили две программы про Авраама, и вот мы дошли в нашем жизнеописании Авраама до трагичного события, когда умерла жена Авраама Сара, он купил место, точнее пещеру. В поле, целое поле, на котором находилась пещера, и торжественно похоронил эту свою любимую жену, которая была к тому моменту 127 лет. И наши комментаторы говорят, что в свои 127 лет она была невинна, как 7-летняя девочка, красива, как 20-летняя девушка, и мудра, как 100-летняя женщина. Ну, насчёт мудрая, красивой ещё как-то можно повесить, насчёт невинности? Ну, не, невинность имеется в виду в том смысле, что она была наивной, в общем-то, очень чистой женщиной, как бы, это самое, которая смотрела на мир достаточно, так сказать, наивными глазами, скажем так. Понятно. Хорошо, такой вариант принимается. Глазами ребёнка. Он похоронил супругу. Да, он похоронил супругу, отправил Исхака, как мы уже сказали, в эзотерическую школу Шема, в Ешиву Шема, как у нас говорит на Иврисе. Но через 3 года Исхак вернулся, и Авраам решил, что пора его женить, мужчине как бы 40 лет, самое время, как бы, обзавестись семьёй. И вот тут он вызывает к себе своего раба-одиезера из Дамаска, из Дамаска. И говорит ему следующее, что я себя прошу найти жену моему сыну, но заклинаю тебя и беру с тебя клятву, положи руку мне на бедро, в знак этой клятвы, на знак завета, что ты не возьмёшь эту женщину из дочерей окрестных народов. Нам это не нужно. Мне нужна родственница, мне нужна родная кровь. Кстати, это ещё одна причина, по которой евреи, всё-таки у нас идёт родство по матери. Авраам был не всё равно, на ком женится его сын. Ему нужна была родственница. Женщина, девушка из той же семьи. А что значит девушка из той же семьи? Он, естественно, отправляется на территорию, которая ныне называется Ливаном, там, где оставилась родня Авраама, и поискать эту родственницу. Но как её искать, он не знает. И вот он прибывает в нужное ему место, и думает, а что делать дальше? У него есть богатые подарки, у него целый караван, значит, подарок. Но как найти эту родственницу? И он молится Богу и говорит, Господи, ну, укажи мне, пошли мне удачу, и укажи мне на девушку, которая должна стать женой сына моего господина. И говорит, так, ладно, поставим на удачу. То есть вот если первая девушка, которая подойдёт ко мне, я попрошу у неё пить, где он останавливается? Естественно, всегда всё на Ближнем Востоке происходит у колодца, вам об этом уже говорили. Он останавливается у колодца, когда идут девушки набирать воду в кувшины, где мужчины поют, где можно поискот, то есть можно расспросить это самое и так далее, вызнать всю информацию. И он говорит следующее, вот если девушка, которая подойдёт ко мне, и я попрошу у неё дать мне напиться, она мне охотно протянет кувшин и скажет, в добавок, что я пей, я не только тебя даю тебе воду, но я ещё сейчас и верблюдов своих напою. Вот, кстати, с верблюдами это большая проблема, потому что, конечно, верблюды тогда ещё не были приручены, откуда была моя верблюды. По этому поводу историки говорят, что вся эта история, скорее всего, выдумана. Не было в то время верблюдов ещё у людей. То есть, секундочку, верблюды были, но у людей их не было. Не, верблюды у людей их не было, домашних верблюдов, они ещё не были, а домашних. Так а на чём они ездили? На ослах, на лошадях, на молоках. Вот, и тут, и как раз в это время колодце идёт Ревека, как её называют в христианской традиции. Идёт Ревека, ей 14 лет, и это девушка, которой ещё, которой не тронута ни одним мужчиной. Только это подчёркивает этот момент, потому что она говорит, что вы понимаете, девушка тогда могла, девушка могла быть девственницей, но при этом мужчина её мог использовать уже как-то иначе. Уже даже в самом раннем возрасте. Это было у тех народов очень принято. А вот эта девушка была не тронута ни одним мужчином, ни в каком смысле слова. Вот, и он спрашивает у неё, не дашь ли ты мне напиться? И она говорит, да, господин, я пей, пожалуйста, протягивайте ему кувшин, я сейчас верблюдов твоих напою. И он её спрашивает, а из чего ты дома? И оказывается, что она действительно племянница Авраама, вот, дочь его, по-моему, дяди или племянника. Там всё достаточно перепутанно, потому что были такие родственные браки, да. И тогда, когда он спрашивает, из какого её дома, и она говорит, он понял, что Бог ему помог, что он пришёл в общество в нужное место, и сейчас надо договариваться о браке. Он говорит, не отвезёшь ли ты меня домой, да? Она его отводит к себе домой, знакомит с отцом, с братом, и начинается торг. Он и сразу, значит, дарит золотые серьги, и золотое кольцо в нос, кстати, тут. Значит, как, она бы не понравилась, то есть он не мог там послать селфи, там, или что-нибудь? Вот, постойте, здесь не было. Золотое кольцо в нос он ей, кстати, дарит, помимо того, что всякие драгоценности, включая вот это. Модно было, что тебе сделаешь. Значит, все видят, что, значит, богатый человек прибыл, явно, так сказать, послание, богатый человек или очень богатый человек, и когда он начинает, они ставят через него стол, они думают, что, ну, девочке 14 лет, рановато, в общем-то, ещё замуж, может быть. А вот хорошо бы его как-то ликвидировать, вот этого гостя. Просто, я имею в виду, что всё его богатство себе. А как же без степени? Вот так вот, это была не та семейка, честно скажем. Это были родственники, но вот характер у них был зловредный. Поэтому, значит, это самое, брат Ривки Лаван, он, значит, посыпает Элизару яду. Но традиция говорит, что ангел перепутал миски, то ли он сам перепутал миски. Вот. И, короче говоря, тарелку с отравой съел его папа, а Элизар, значит, который тут же свалился, значит, его вынес из шатра, а Элизар сидел, как ни в чём не бывало, и продолжил переговоры. И Лаван, понимаете, что деваться некуда, он говорит, давайте спросим, как девушка закончит. Вот, захочет она пойти с тобой. Согласна ли она, во-первых, выйти замуж, совершенно неизвестно кого, как вы сказали. Вот. И готова ли она пойти с тобой сейчас, или давай подождем годик, полтора, два, три. А подарочки ты оставь пока? Да, да, само собой. Вот. И вызывают Ривку и говорят, согласна ли ты идти? Она говорит, да. Я согласна выйти замуж. Чем с вами оставаться, я лучше. Вот, скорее всего, да, скорее всего, так и оно и было. Вот. И я готов выезжать буквально сейчас. И буквально через несколько дней они двинулись в обратный путь, достигли Хеврона или Бершева, я не помню точно, где это было, или возле Хеврона. Нет, Абрам, по-моему, оставался в Хевроне всё-таки в то время. Вот. А может и в Бершеве. Это как раз неважно. Бершева уже была тогда? Да, да, да. Абрам же заключил... Почему это Бершева? Это колодец клятвы. Абрам заключил союз с Эвемелихом, с палестинским царём, что тот не будет трогать его, даст ему возможность спасти стада, где хочет, и, так сказать, свободно распоряжаться своим имуществом, а он не будет никак выездить Эвемелиху, и с ними, у них всё будет хорошо, потому что, как бы, в семье они видели, что там, где появляется Абрам, там всё становится, там трава цветёт, в колодце появляется вода, и то есть с ним связано благословение Божие, и, как бы, хорошо бы, чтобы этот человек жил поближе и с ним дружить. Они это поняли. И вот тут, значит, когда Ицхак как раз вышел в поле, помолился и видит, что идёт, значит, верблюдо, идёт верблюда, как видно, с его невестой, вот, стал её ждать, и Ривка, значит, и Ривке, и Резарь говорит, что вон, вон твой жених стоит, значит, это самое, и тебя ждёт. И Медраж рассказывает очень забавную историю, что Ривка соскочила с верблюда, неудачно соскочила, на колючку, то ли на что, на какой-то сук, и лишилась девственности. Такая подробность. Поэтому, когда сыграли свадьбу, Ицхак вошёл к Ривке, вот, то я обнаружил, что она и не девственница, то поднялся страшный скандал. Обвинили Элизара, раба, что он пока ввёз Ривку, с ней что-то не то сделал. И его заподозрили, начался скандал, Элизар оправдывался, обвинение оказалось ложным, в итоге, так сказать, выяснилось, что произошло. Но за то, что, говорит опять-таки еврейское предание, на Элизара навешали, пытались навешать ложные обвинения, которых он совершенно не заслуживал, потому что он очень честно исполнил порученную ему миссию, он был одним из тех, кто живым вошёл в рай, кто не умер, а просто живым, как пророк Ильяву, Илья-пророк, как дочь Якова Сарах, и таких людей очень немного, по-моему, 5 или 6, вошли в рай живыми, не познали, что такое смерть, не умереть, а потом, значит, а вот сразу, при жизни. Вот, это, но это, так сказать, забавная подробность, и после этого Искак отделился от отца, стал вести собственное хозяйство, вот, стали они ждать детей, детей опять нету, вот так же, как у Абрама и Сара, история повторяется, и ждали они 20 лет, детей не было в браке, еще достаточно долго, и Ривка молилась, всё время молилась о детях, потом она сказала, что, ну, что ты не молишься, давай-ка пойдём помолимся, и они пошли на гору моря, там, где в своё время Абрам приносил Искака в жертву, и там молились о том, чтобы им послали детей. И эта молитва была услышана, вскоре Ривка забеременела, вот, но беременность проходила очень тяжело, всё время, значит, она чувствовала, что как будто ребёнок бесится просто в животе, он её толкает, там, у неё были жуткие боли, вот, и она отправилась в ту же самую эзотерическую школу Шема, чтобы спросить у пророка, а что происходит, что со мной, почему беременность такая тяжёлая. И тот ей говорит, у тебя там не один ребёнок, у тебя там два. Два ребёнка, которые потом будут на протяжении, во-первых, своей жизни враждовать друг с другом, и от обоих из них произойдут великие народы, которые тоже будут враждовать друг с другом всю жизнь. Вот они сейчас толкаются, они там борются внутри жмота. Вот, и это, кстати, замечательно, обыграл в своё время Юрий Кузнецов в одном из своих стих тренинг русский поэт, что за борьбой Савва с Яковом ещё в утробе матери. Наступает час в один, что называется, рифка рожает, и сначала выходит ребёнок, значит, во-первых, очень красный, ну, скажем так, рыжий скорее, наверное, очень-очень рыжий, огненный рыжий, у него кожа рыжая, у него уже волосы рыжие, это волосики, так сказать, выступили рыжие, вот, и поэтому его назвали, ему дали два имени, Эсав, Эсав это волосатый, буквально переводится с еврейто, и Адом, Адом это красный или рыжий, Эдом, ещё у него было два имени, но он вышел, значит, и тут же следом за ним, держа его рукой за пятку, вышел его брат-близнец. Видимо, они были разнояйцевые, скорее всего, потому что он был не похож на Эсава, он был другой, он держал его за пятку, на еврейсе пятка это Экев, поэтому ему дали имя Яков, так он получил своё имя, вот, и мудрецы всё время спорят, кто же из них старший, кто же младший, они, очевидно, боролись за то, кто первый выйдет, вот, это не знаете, знаете, как в том анекдоте, когда двое близнецов хотят рождаться и не рождаются, смотрят, значит, врачи смотрят на снимок, там один говорит другому, проходи, пожалуйста, он говорит, нет, ты проходи, нет, там такого не было, вот, это была прямо противоположная ситуация, значит, они боролись за то, кто первым выйдет, и мудрецы наши говорят, значит, ну да, вот, конечно, Эсав вышел первым, он вроде как бы старший первенец, но, с другой стороны, это значит, Яков был зачат первым, а потом уже Эсав, сначала та капля, так сказать, которая оплодотворила сначала ту ельциклет, которая предназначалась для Якова, потом уже для Эсава, поэтому это был вышел вторым, короче говоря, вот, спор, кто там первый, кто там второй, он продолжался между братьями, но братья были совершенно разные по характеру, то есть Эсав он с детства был такой боевой, его интересовали, так сказать, боевые искусства, он боролся, очень буйный такой шаловливый мальчик, вот, возился с оружием и так далее, а Яков был такой тихий, все время рядом с мамой, его интересовало, значит, он все время задавал какие-то вопросы, его интересовало, так сказать, очень рано он пристрастился к учению, так сказать, отца, начал ему задать вопрос о Боге, о смысле существования, об устройстве мира и так далее, вот такой был ребенок Яков, вот, понятно, что мать и отец, они всегда любят детей, в общем-то, и того, и другого, понятно, но любили они по-разному, все же таки, Ицхаку больше нравился Яков, Эсав, Эсав, вот этот мужчина боевой, так сказать, сам, при том, что вроде бы он тоже там иногда задал вопросы по Торе, все, он увидел в нем наследника, а Яков Тихоня был любимцем матери, понятно, так сложилось, вот, вот, и Эсав с детства пристрастился к охоте, охотником он был мастерским, и в 15 лет у него произошла очень такая интересная встреча, он на охоте встретил самого царя Нимрада со свитой, который был уже достаточно старый, пожилой, и Нимрад, узнав, что это, значит, потомок Авраама, его давнего противника, он, значит, стал юношу задирать, и тут Эсав, которому был тогда 14 лет, ему сказал, что ты меня задираешь, у тебя вон такая свита, говорит, а давай один на один, и самое интересное, что Нимрад подумал, что я этого пацана просто раздавлю. – То есть, придя на современный русский язык, он его взял на слабо. – Да, 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 абсолютно, вот, и Нимрад, который был очень воин прирожденный, так сказать, который воевал всю жизнь, как мы знаем, были, ходил с походами и так далее, он подумал, да, я этого пацана сейчас просто раздавлю, не раздавил, убил его, Эсав, и больше того, в качестве трофея встел с него одежду, одежда у него была чудесная, она могла привлекать к себе зверей, поэтому у Эсава появилась вот такая чудесная одежда, и в это время как раз, и поэтому он был очень, очень хорошим охотником, всегда, никогда не возвращался с охотой с пустыми руками, вот, и однажды он вернулся с охоты как раз тот день, когда обе его деда брал, и у Исхака, соответственно, ну и у Ривки, его жены был траур, вот. траур, который принят у евреев, у евреев, значит, не принято еще с тех времен, чтобы те, кто потерял близкого, что-то делали в доме, они должны просто сидеть и скорбеть, а все остальные должны как бы прислуживать, и Яков, поэтому еду варил в тот день Яков, варил он чечевичную похлебку. И тут приходит Исав, с охоты, страшно уставший, злой, по-моему, еще вот после этой битвы с ним родом, но точно не знаю, тогда это было или нет, не помню сейчас, надо посмотреть, есть источник, который все эти даты расставляют по своим местам. Он приходит уставший, злой и голодный, страшно голодный, человек целый день не ел, бегал за зверьем. Вот, и тут он говорит Якову, дай мне вот это, кто красное-красное, это похлебка чечевичная, она достаточно красного цвета, которую ты варишь, он подумал, что это с мясом, что это не просто чечевица, а что это такой мясной суп. Вот, и тут Яков решил его взять, тоже на слабо. Он говорит, ты знаешь что, отдай мне за это свое первородство. Он говорит, не, ну, первородство, то есть право первенца. Вот, и первородство, говорит, ну, не знаю, вообще-то я, говорит, все время каждый день на охоте, там каждый день с кем-то сражаюсь, вступаю в драки, в любой день могу умереть, зачем мне первородство. И тут Яков, но вначале они потроговались, и у Якова тоже среди сокровищ, как бы доставшихся ему каким-то образом, то ли от ривки, то ли от своего исхака, вот, был меч, был чудесный меч, замечательный, и он сказал, я, говорит, к этой похлебке я тебе предлагаю еще меч. То есть сделка состоялась, он налил Якову Исаву похлебку, тот поймал, Яков его спрашивал, ну что, говорит, сделку подтверждаешь, теперь когда ты сытый. Он говорит, да, говорит, первородство мне не нужно. Сделать он, следует понять, что такое первородство. Речь не шла о материальном наследстве. Речь шла о праве, о духовном праве, то есть праве первенства, скажем, приносить жертвы, естественное священное служение, что Исаву, в общем-то, не очень интересовало. Праве, так сказать, управлять, в общем-то, духовной жизнью в семье, не материальной. Это, кстати, очень важное замечание, то есть это речь, очень многие считают, что речь шла именно о правонаследовании, нет, не о наследстве, безусловно, не о наследстве материальном. Речь шла о духовном, так сказать, о благословении отца духовном. Вот, и как бы право было продано, но Исав забыл об этом договоре. Он забыл, а Яков только тоже и не напоминал. Но настал день, когда Исхак почувствовал, что он состарился, кстати, он состарился, и он стал практически слепым, слепым по нескольким причинам. Исав к тому времени уже был женат, ему было 40 лет тоже. Исав был женат, то есть обоим братьям, понятно, это было по 40 лет. А у Исхака, значит, начались проблемы со зрением. Некоторые бедраши, то есть устные предания, говорят, что они начались гораздо раньше, тот самый момент, когда он лежал на жертвеннике. Вот это, он увидел духовный свет, свет высших миров, и ослеп от него. Вот другие говорят, что нет, это началось позже, после того, как Исав женился, потому что там его жены делали всякие языческие воскурения, они были язычницы, и от этих воскурений у него глаза испортились, да он и не хотел это видеть, так сказать, он хотел ослепнуть. Он плохо видел. И тут он говорит Исаву, ты знаешь, я решил дать тебе то благословение, которое полагается первенству. Вот давай, чтобы я его сделал от души, чтобы мне было в тот момент, когда я его буду говорить, я тебе дам его, я был полностью тобой доволен, знаешь, что, принеси мне какой-нибудь вкусный дичи и приготовь. Исав говорит с радостью, он очень любил отца, очень его почитал, действительно о нем заботился. Как сын он был замечательный, надо подчеркивать всем, совершенно замечательный сын. И он пошел на охоту, чтобы выполнить приучение отца. И тут Ивка говорит, дяк его, стоп, стоп, стоп. А чего он должен получать благословение? Он же вроде его себе продал. Она эту историю знала. Он говорит, да, но ты понимаешь, говорит, Яков, вот, если я сейчас что-то сделаю. Она говорит, не, ну, смотри, я, говорит, значит, так, я с тебе сварю очень вкусный обед, ты его поднесешь отцу под видом Исава, и пусть он тебя благословит. Все равно он не видит, он не будет меня. Он говорит, да, ну как, голос, а то все, он говорит, ты сам же волосатый, у него руки в волосах, у меня, посмотри, голые, прочти. Она говорит, нет, ничего, это мы тоже решим, значит, я тебя оберну, козлиной шкурой руки будут точно такие же, как у Исавы, не хуже. Он говорит, ну, это же обман. Она говорит, я беру все на себя. Я отвечаю, сказала ему мама. Она действительно сварила, и вот дальше происходит эта знаменитая сцена получения благословения. Исхак и Яков, в принципе, обманным путем, но тоже и не обманным, потому что, ну, сделка была совершена. Исав, в момент, когда он окончательно не подтвердил, он не был голодным, то есть он не был, так сказать, вполне отвечал за свои слова, он знал, что делать. Вот, с одной стороны, Ривко считал, что он не достоин благословить, что этот сын не достоин благословения отца больше, не достоин Якова, она любила Якова больше. Поэтому, с ее точки зрения, все было вполне нормально. Она женщина, она тут решает, кого благословлять, кого не благословлять. И когда Яков пытался отпираться, она, значит, его практически заставила. Поэтому дальше он внес это, значит, дрожа, он внес эту пищу и говорит, Исхак спрашивает, ты кто? Он говорит, я. Он говорит, кто я? Он говорит, я. Исав, первенец твой. То есть он как бы не соврал, он сказал, что Исав, да, первенец твой, но, а это я. Вот. Но он начал играть со знаками припинания, так, чтобы, вроде бы и не ложь, но, как бы, вот. То есть казнить нельзя по мелу. Да, да, да. И он играет со знаками припинания, и Исхак слышит голос, и он говорит, голос, голос из Сава. Он начинает его щупать. Он заподозрил, он, значит, хватает его за руки, а руки, руки, руки. Голос, голос Якова, а руки, руки, вроде бы, из Сава. Вот. Еда, вроде бы, достаточно вкусная. Ривка сварила козленка, чтобы он напоминал, тогда именно не баранин, не ковядин, а козленка, чтобы он напоминал дичь, взятую на охоте. Там тоже все было продумано, как бы, в смысле меню. Вот. Поэтому, значит, и в итоге Исхак решает, что это все-таки Исав, и благословляет его, и говорит, что тобой благословятся, от тебя произойдет великий народ, которым благословятся все остальные народы, и тот, кто будет благословлять тебя, он будет благословен, а тот, кто будет проклинать тебя, он будет проклят. Вот, в сущности, благословение Исхака, Эсаву. И все, на этом все как бы. То есть, право избранности, право передать вот эту избранность еврейского народа, которую Исхак, которую сначала получил Авраам, которую он передал, фактически, Исхаку на горе моря, и которую он передал сейчас, Исхак передал Якову, а не Эсаву. Именно право избранности. Вот, и право стать впоследствии тем народом, который... А какой народ пошел в Атасаву? О, в Атасаву пошли, во-первых, и доменциане, которых потом и агиюрили, но это позже, во времена, немного раньше рождения Ирода, царя Ирода. Ирод сам был доменцианином, то есть потом, как и Сава. Вот, в Атасаву пошли также еще и несколько народов, в том числе римляне и спартанцы. Спартанцы, кстати, все время, они говорили, что они не греки, они происходят с Авраамом, это можно прочесть во многих источниках. Спартанцы? Да, спартанцы. Спартанцы считали себя потомками Авраама, об этом можно прочесть у Иосифа Флавия, они очень часто бывали иудеи, спартанские цари, значит, здесь были. Тут такие тесные связи со спактой. Это особая, как бы, особая тема. И вот тут, значит, это самое... Ривка возвращается из Атасава с охоты и говорит, папа, все, козленка забил, сейчас сварится, сейчас сварится, если мне дашь благословение, он говорит, я уже дам благословение. Он говорит, как? Он говорит, да, я дал. Я думаю, и тут до него доходит, что это сделала Ривка, все устроила, и он дал его брату. И сам в ярости говорит, дай мне другое благословение. Да, тебе что, жалко, дай еще раз. Да, дай еще раз, он говорит, я не могу, вот то благословение, которое я дал, я не могу. Он дает ему другое благословение, о том, что Иосифа, в общем-то, тоже будет великим народом, но он говорит, что то твой брат будет над тобой, он будет важнее тебя, важнее тех народов, которые произойдут от тебя. Хотя временами ты будешь восставать, так сказать, на него, восставать против него, и твои потомки будут давать его потомкам очень сильно по голове. Средаётся в этом смысл благословения Исака, так сказать, Исау, что тоже сбывост на протяжении всей истории, как мы знаем. Но Исау в ярости. То есть дело не в наследстве, материально, тут дело уже не материально, он чувствует, что его как бы обманули. Ирифка понимает, что он в ярости. И хотя Яков был тоже достаточно сильный человек, но иди, знай, что будет, если два брата схватятся. Яков, в принципе, мог постоять за себя, но она говорит, неужели мне потерять вас в один и тот же день? То есть, чтобы один убил другого вот сейчас. Поэтому она говорит, Яков, ты знаешь, что? Беги. Беги от гнева своего брата Исаава. Куда? Куда? Он говорит, к моему брату Лавану. Он себя примет, к родственнику. Вот. И Яков бежит. Яков бежит, путь до Ливана, от Хеврона до Ливана, в общем-то, это занимает достаточно долгое время, поэтому он останавливается на ночевку где-то посередине, на той самой горе Морья, где в свое время приносили жертву Исхака, с которой очень много связано в истории, будучи в храмовой горе, там, где должен воздвигнуться храм. И он ложится, значит, кладет себе под голову камень и ложится спать. И снится ему удивительный сон. Как будто, во-первых, Бог ему является во сне, он служит голос Бога, который говорит, ты не бойся. Беги, иди спокойно к Ливану, я буду с тобой и там, и здесь, и повсюду. Вот. И я тебе обещаю, что у тебя все будет хорошо. А во-вторых, он видит во сне эту самую чудесную лестницу Якова, которая воспроизведена на многих произведениях живописи, с которой то спускается, то поднимается. Он говорит, вот спустился, поднялся. Один спустился, потом поднялся. Второй спустился, потом поднялся. И этот сон имеет очень множество толкований. Понятно, что это как бы была лестница между нашими мирами и высшими мирами, духовными мирами. И видит, что фактически Якову была явлена вся будущая история. То есть он видел, что первый поднялся, что над евреями будут ластвовать разные народы, какие они будут ластвовать. И вавилоняне, и персы, и все остальные, в том числе и потомки Сава. Причем ангелы Сава, по количеству ступенек, которые проходил каждый ангел, можно было понять, сколько в столетии это будет продолжаться, ангел Сава поднялся, спустился, и непонятно, на сколько ступенек. То есть этот период неопределен, он должен закончиться, но вот когда именно, никто не знает. Так трактует эволюционно Якова, наши мудрецы. А Яков встал, пробудился, понял, что это великое место, так сказать, поставил там памятник на этот камень, и заметил, что надо сюда приходить, и надо, видимо, здесь совершать жертвоприношение, и отправился дальше к Лавану. Приходит он в Ливан нынешний, современный, естественно, приходит опять-таки к колоссу, куда приходить. Ему надо найти работу, он сейчас, в принципе, беглец. И вот туда приходит Рахель, дочь Лавана Рахель, и Яков, значит, насколько он был, значит, и все стоят и ждут, когда подойдут все пастухи, и, значит, Рахель пришла напоить овец. Значит, и когда все соберутся, тогда отвалит этот камень, запирающий воду, пойдет вода, и все смогут попить. Яков один отваливает этот камень, то есть он был достаточно сильным, он мог схватиться с СССР. Он один отваливает этот камень, он видит Рахель, это любовь с первого взгляда, он влюбляется, и он узнает, что она дочь его дяди, у которого, так сказать, двое дочерей, Рахель и Лея. И вот это была любовь с первого взгляда, и он приходит к Лавану и говорит, что вот он хочет у него поработать, и тот говорит, ну как, вот ты родственник, что-то будешь у меня работать, я с удовольствием тебя пойму в гости. Он говорит, нет, я хочу отработать сам, во-первых, я хочу жениться на твоей дочери, на твоей дочери Рахель, и Лаван говорит, хорошо, вот 7 лет будешь работать за Рахель, и Яков соглашается. Но это уже совсем другая история. Но это уже совсем другая история, как говорится. Спасибо, спасибо большое, Петр Лекимсон, писатель, журналист, историк, спасибо за этот интересный рассказ. Дорогие друзья, программа Тайны библейских сказаний прощается с вами, всего доброго, продолжение следует. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова